Добро пожаловать на highnews.ru Вы смотрите 72 выпуск нашего проекта «Это интересно!» И сегодня в продолжение космической темы мы поговорим о самых необычных звездах нашей Вселенной. И начнем, пожалуй, с гипергиганта VY, расположенного в созвездии Большого Пса. Он является одной из самых крупных звезд. Диаметр этого сверхгиганта составляет порядка 2 миллиардов километров, благодаря чему он почти в 1420 раз больше нашего Солнца. VY расположилась в 5000 световых лет от Солнечной системы. Ученые почитали, что один оборот вокруг этой звезды-супергиганта займет аж 1200 лет, и то если передвигаться со скоростью 800 километров в час. Свет уже для этого потребовалось бы аж целых 8 часов. Однако масса этой звезды не такая впечатляющая. VY тяжелее Солнца всего лишь в 17 раз, что оказывает на ничтожно малую плотность звезды в недрах. А яркостью звезды VY можно только восхищаться. Она светит в 500 тысяч раз сильнее нашего Солнца. Как показали исследования, звезда VY является неустойчивой. Астрономы с помощью космического телескопа Хаббл предсказывают, что она взорвется как гиперновая звезда в ближайшие 100 тысяч лет. Теоретически, взрыв гиперновой вызовет гамма-всплески, которые могут повредить содержимое локальной части Вселенной, уничтожая любую клеточную жизнь в радиусе нескольких цветовых лет. Однако гипергигант расположен недостаточно близко к Земле, чтобы представлять какую-либо угрозу. Также заслуживает нашего внимания звезда R-136A1, которая является самой массивной из всех известных ныне звезд. Она была открытой группой британских ученых во главе с Полом Кроутером летом 2010 года, во время изучения Большого Магелланова облака. Этот гигант по своей массе больше нашего Солнца в 256 раз, а по яркости превосходит его в 8,7 миллионов раз. Такие фантастические цифры стали откровением для ученых, ведь ранее считалось, что звезд, которые превышают массу Солнца больше чем в 150 раз, попросту не существует. По подсчетам специалистов, если такую звезду представить нашей галактике, то она, казалось бы, ярче Солнца настолько, насколько Солнце ярче Луны. Также стоит отметить, что звезда R-136A1 порождает сильнейший звездный ветер, что приводит ее к быстрой потере вещества. А самой яркой и мощной на видимом небосклоне является звезда Денеб и созвездие Лебедь. Диаметр Денеба превышает Солнца в 110 раз и примерно равен диаметру земной орбиты, то есть примерно 300 миллионов километров. Оценка светимости Денеба колебется от 60 тысяч кратной до 250 тысяч кратной светимости Солнца. То есть, иными словами, если бы Денеб был точным источником света, на том же расстоянии от Земли, что и Солнце, то он был бы гораздо ярче, чем большинство промышленных лазеров. За один день он излучает больше света, чем Солнца за 140 лет. Ежегодно Денеб теряет до 0,8 миллионной части солнечной массы в виде звездного ветра. Это в 100 тысяч раз больше аналогичного показателя Солнца. А самая маленькая звезда в нашей галактике называется LHS 2924. Она была открыта в 1986 году усилиями американских астрономов из обсерватории Кит-Пик. Ее масса в 20 раз меньше, чем у Солнца, а светимость меньше аж на 6 порядков, то есть в миллион раз. Световозлучение у этой звезды возникает в результате протекающей термоядерной реакции превращения водорода в гелий. А на этом все. Ждите продолжения этой темы ровно через неделю. Предлагайте свои темы для будущих выпусков, подписывайтесь на канал, оставайтесь на hanyus.ru и помните, знание – сила!